Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас в Доме знаний. Тема нашего вебинара – русская литература 60-х годов XX века. Оттепель. Литература Оттепеля – это условное название периода литературы Советского Союза 1950-х – начало 1960-х годов. Смерть Сталина в 1953 году, 20-й и 22-й съезды КПСС, осудившие культ личности Сталина, смягчение цензурных и идеологических ограничений – все эти события, конечно, и определили перемены, отраженные в творчестве писателей и поэтов Оттепеля. В учебнике есть такой параграф под названием «Оттепель» автора статьи Чалмаев. В нем период Оттепеля разбит на такие краткие отрезки. Первый отрезок датируется 1953 по 1954 годы. Этот отрезок называют теоретическим. В этот отрезок времени происходит освобождение от предписаний нормативной, то есть канонической эстетики, правил подхода к действительности, отбора правды и неправды, возникших в предвоенные и послевоенные годы под влиянием, конечно же, сталинизма. 1953 год выходит статья Померанцева под названием «От искренности в литературе» в журнале «Новый мир». А в нем говорится о расхождении между личной и официальной правдой, особенно в изображении войны. Второй отрезок датируется 1955 по 1960 годы. Это уже утверждение нового типа взаимосвязей писателя и общества непосредственно в художественных произведениях. Утверждение права писателя и человека видеть мир не так, как положено, а так, как его видит конкретный человек. И третий отрезок. Это с 1961 по 1963 годы. В нем происходит развитие утвержденных ранее тенденций и начала уже реакции. 1962 год – это официальное неодобрение выступлений поэтов в Политехническом музее. Стихотворение Вознесенского под названием «Прощание с политехническим». Высокая популярность поэзии Евгения Евтушенко и других авторов и яркие публикации в журнале «Юность». Символом этого времени стал журнал «Новый мир», в котором была опубликована статья об искренности в литературе Померанцева, где, как уже было сказано, подвергался критике принцип партийности в литературе. В 1954 году был опубликован новый роман Эренбурга «Оттепель», по названию которого после сталинский период получил свое название. С 1950 по 1970 годы журнал «Новый мир» возглавлял Александр Твардовский. На посту главного редактора он способствовал появлению в журнале ярких и смелых публикаций, собирая вокруг себя лучших писателей и публицистов. «Новомирская проза» выносила на суть читателей серьезные общественные и нравственные проблемы. Предпосылки «Оттепели» закладывались еще в 1945 году. Многие писатели были фронтовиками. Проза о войне реальных участников военных действий, или, как ее называли, офицерская проза, несла важное понимание правды о прошедшей войне. Первым поднял эту тему ставшую центральной военной прозе 50-60-х годов Виктор Некрасов. В повести «В окопах Сталинграда», вышедшей в 1946 году. Константин Симонов, служивший фронтовым журналистом, описал свои впечатления в трилогии «Живые и мертвые». В повестях писателей-фронтовиков Григория Бакланова, Юрия Бондарева, Константина Воробьева на фоне подробного беспрекрас описания военной жизни впервые прозвучала тема осознанного, типичного выбора в ситуации между жизнью и смертью. Знания фронтовой жизни и опыт вживания в лагерях легли в основу творчества Александра Солженицына. В 1952 году в «Новом мире» был опубликован цикл очерков Валентина Овечкина «Райские будни», где впервые стала обсуждаться тема оптимального руководства сельским хозяйством. Дискутировалось, что лучше – волевое давление или предоставление сельским хозяйствам необходимой самостоятельностью. Эта публикация положила начало целому направлению в литературе – деревенской прозе. Сергеенко писал о периоде оттепели. Середина 60-х годов – это время первой оттепели. Характеризовалось яркой и длительной вспышкой читательского и особенно зрительского интереса к поэзии. 14-тысячный зал Лужниковского дворца спорта не вмещал из вечера в вечер всех желающих услышать поэтов «Новые волны». Евгения Евтушенко, Вознесенского, Балахмадулина, Морец, Рождественского – выступали все зимой 1963 года. Я помню, как трещали стены аудитории геологического факультета МГУ на одном из первых вечеров Булата Акуджавы в 1962 году. В это же время или несколько позже в большой серии библиотеки поэта вышли одно за другим собрания стихотворений и поэм Пастернака, Цветаевой, Заболоцкого. Вышел бег времени Ахматовой. Расходились в перепечатках воронежские тетради и камень Мандельштама, Европейская ночь Ходосевича, Огненный столб Гумилева, Акмистические сборники Кузмина и Иванова. Но в эти же годы отмечены хрущевским топанием ногами и потрясением кулаками на встречах с творческой интеллигенцией, плеванием в обнаженную фальковой броню в адрес художников-авангардистов. Не за горами было шельмование Туньяца Иосифа Бродского с последующей ссылкой и беспрецедентный суд над литераторами Даниэлем и Синявским. На самом деле оттепель имела свои этапы продвижения вперед и возврата к старому, неполное частичное возвращение запрещенной ранней литературы. Например, публикации романа «Мастер и Маргарита» в 1966 году или выход «Девяти томов собрания сочинений Ивана Бунина» в 1956 и эпизоды проработок осуждения. Важный этап оттепели – это появление серии художественных произведений, утвержденных новый тип взаимосвязей писателя и общества, «Право писателя видеть мир, каков он есть». Это, например, роман Дудинцева «Не хлебом единым», первое достоверное описание лагеря, повести «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. В этот же период резко возрастает роль так называемого «сам из дата» и «там из дата» – объединения авангардной поэзии вроде «Леонозовской школы» и «Песенных рок-кабары». Болезненной и острой была реакция властей на публикации некоторых авторов за границей. Этому придавался статус чуть ли не государственной измены, что сопровождалось принудительной высылкой, скандалами, судебными разбирательствами и т.д. В 1958 году разгорелся скандал по поводу присуждения Нобелевской премии Борису Пастернаку за напечатанный за границей роман «Доктор Живаго». Писателю пришлось отказаться от этой премии. В 1965 году последовал скандал с писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэллом с конца 1950-х годов, опубликовавшими свои произведения на Западе. Они были осуждены за антисоветскую агитацию и пропаганду на 5 и 7 лет лагерей. Владимиру Войновичу после публикации на Западе роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» пришлось покинуть СССР, так как надеяться на издание своих книг на родине он уже не мог. Помимо там издата, характерным явлением общества того времени становится сам издат. Многие произведения ходили по рукам, перепечатаны на пишущих машинках или простейшей множительной технике. Сам факт запретности подогревал интерес к этим изданиям, способствовал их популярности. На этом, ребята, наш вебинар подошел к концу. Всего вам доброго, до свидания.